Саша менее коварный, чем я, поэтому я уверен, что будут три портера. Друзья, всем привет! С вами Саша Гендер и проект Первая Варка. И сегодня у нас что, Саша? И сегодня у нас слепая дегустация, в которой участвует Гоша. И так уж получилось, что пробовать он будет портера. Мой любимый стиль. Ну, не очень. Но тут уж никого не влезет. Да, что делать? Так, я пойду разливаться. Что, мои сегодня, как? Что, ты будешь что-то угадывать? А, ну, давай, так как ты проводишь дегустацию, я... Ну, поскольку мы знаем, что в дегустации... И Гоша знает, что в дегустации участвует Балтика-6. Да. Нужно постараться ему и эту Балтику, как бы, поймать. Про остальные два сорта он не знает. Я вообще не знаю ничего. Саша двумя сортами каким-то Балтику-6 разбавит. Давайте так, так как я не нюхач и не дегустатор, в конечном итоге. Я попытаюсь хотя бы Балтику-6 угадать во всей этой истории. Это будет моя задача минимум. А задача максимум, расставить места и потом, как это коррелирует с ценой, угадать. То есть, вот давай так сделаем. Я скажу, вот это пиво, оно будет самое другое. Да нет, давай мы по цене не будем, потому что цена там, в принципе, более-менее одинакова. Ну, Балтика, я не знаю, сколько стоит Балтика. Она, скорее всего, чуть дешевле, но... Не лишним будет отметить то, что Балтику-6 мы очень хотели попробовать. И с ней сложности, на самом деле. Ну, ее нет нигде у нас. В наших краях, да. И нам ее привез, даже не привез, а привезли два наших подписчика. Тема и Саша. Саша жена Темы, Тема муж Саши. Так что, ребят, привет. Спасибо большое вам за ваш подгон. И вот сейчас мы его реализуем. Но, как бы, я не буду ничего говорить про, что это за сорта, чего они там, кто они, откуда. Ты будешь сам пробовать, что-то там, какие-то там мысли будут. Это интересно, мы будем все записывать. Единственное, по цене не стоит только ничего. Все, давай, не упирайся, просто расскажу, что я чувствую во всем деле. Надеюсь, что они купили Балтику 9. Это номер раз. Да. Я тебя сейчас расстрою, я буду потом говорить, кто из них кто в конце. А ты знаешь, что из них кто? Нет. А что ты? Нет. Ты можешь говорить все, что угодно. Я уверен, что ты... Давайте, все, давайте. Стакан из-под Кока-Колы. Позволил нам все равно разглядеть, что пена очень хорошая у этого напитка. Такая густая, кремовая. Чем-то даже похож на Гиннес, мне кажется. Этот напиток, но у Гиннеса пена светлее. Запаха я не чувствую абсолютно у этого напитка, никакого. Его я не чувствую, может быть, он и присутствует какой-то. Давайте попробуем. Приятные, очень приятные вкусы, интересные. В нем есть жженка, но она вообще не выпирает. Мне кажется, как будто даже фруктовые ноты. Достаточно сладкий напиток. Но полностью сладость не раскрывается, так как горечь ее перекрывает. И вот на этом балансе солодовой жженой горечи и сладости, вот этот напиток существует. Пеночек, кстати, осел практически очень быстро. Но, чтобы это не было, это очень интересно, очень вкусно. У него цвет похож на вишневое варенье. И вот фруктовые ноты тоже как-то... Я не удивлюсь, если здесь какая-то добавка есть фруктовая. В общем, в моем понимании портеров, это немножко напиток выбивается из него. Но, в общем и целом, очень неплох. Я не знаю, что это такое, правда. Пил бы я такой? Нет, наверное, не пил бы, но только потому, что не люблю. Я уверен, что у вот этого пива найдется очень много поклонников. И люди, если есть такие, которые скажут, что это вообще вышка пивная, я с ним даже спорить не буду, потому что невозможны травы. А пока я с вами разговаривал, Саша принес второй напиток. Очень интересный. Цвет один в один. Цвет очень похож. Давайте, чтобы не забыть, это первый. Пенка такого же кремового цвета, такой же дисперсности абсолютно. Запах... У меня сейчас сложно будет, потому что... Вкус еще. Запах такой же. Ну, такое же отсутствие запаха полное просто. Может быть, я простыл, не знаю, я не чувствую сейчас никаких аромат. Я абсолютно ничего не ощущаю. Нет. Запаха нет никакого. Неприятного, не неприятного. Он просто нейтральный. А про этот еще хотел бы сказать, что... Алкоголь чувствуется, но он не присутствует. То есть, когда пьешь, ты чувствуешь, что да, ты пьешь алкогольный напиток. Не компот какой-то или еще что-то. Но при этом спирт не выпячивается. Поэтому вот тоже плюс был предыдущим. Давайте попробуем, потому что на вид они абсолютно идентичны. Ты сейчас из одной бутылки все наливаешь, мне троллишь, да? Нет. А знаете, нет, чуть-чуть вот... Чуть-чуть появился запах, мне кажется, чуть-чуть даже шоколад какой-то. Ну, да, попробуем. Ваше здоровье. Да, вкус совершенно другой. Или он чем-то... Чем-то напоминает... Вот... Имперские стауты барлейжные, которые... Вот, как будто бы в бочке выдержаны. Я не большой специалист, как я уже однажды заявлял, что я бочку не чувствую, но вот тут вот я попытаюсь... То есть, конечно, Портера, не знаю, часто, ты в диалоге со мной участвуй, часто вообще Портер в бочках выдерживают? Ну, может, и выдерживают? Ну, может, и выдержит всякая разница, что бочки выдерживать? Бочки все равно... То есть, я не знаю, потому что есть ли смысл... Я считаю, что Портера такой немного низовой все-таки стиль, потому что как бы еще чуть-чуть и вот уже можно там стауты... Вот, да, поэтому я говорю, что низовой стиль... С того ты с Портера... Да, все верно... Немножко низовой, мне кажется, стиль, который вот базовым является для уже вот таких вот более навороченных... И в связи с этим есть ли смысл у Портера бочками? Ну, это такое мое профанское просто мнение... Вот этот напиток мне нравится больше, но тот тоже хороший... Они немножко разные... Он напоминает мне чем-то Черри Олароса от Юролс, но он даже лучше, я бы так сказал... Если там горечь перебивал, сладость, здесь всего в меру, я не знаю... Ну, Черри все-таки стал, ты причем такой достаточно настероидный... Я знаю, что это неправомерно сравнивать, я просто... Ну, ближайшее, что у меня вот с чем ассоциации возникают, как бы... Кто... Кто и взял... Если один из этих напитков Балтика-шестерка... То я очень сильно удивлюсь, потому что мы привыкли к тому, что компания Балтика выпускает довольно-таки... Я не скажу, нет... Обычное... Посредственное пиво неправильно, но оно масса-сегментов, как ни крути... А шестерку я, наверное, с институтских лет не пил... И... Вертолет пролетел... Вертолет, да... Шестерку я с институтских лет не пил, и поэтому уже, честно говоря, вкус замылился... Да и тогда пили, собственно, ради того, чтобы прибухнуть, а не ради того, чтобы... В общем, это пиво очень неплохое, и... Его, наверное, даже вот... Что-то родится имперскими сталками... А тут Саша несет третье... Вот это мне запах меньше нравится всего... Он напоминает просто банально... Вот... Черного хлеба, корочку горелую... Но здесь запах есть, по крайней мере... В отличие от вот этих вот двух пивасов, которые я пробовал... Он... Есть... Да и вкус, честно говоря... Тоже не впечатляющий... Чем-то напоминает... Да ничего не напоминает... Хотя цвет... Цвет у всех трех напитков прям в копейку одинаковый... Сейчас, если белый лист какой-нибудь в бумаге положить, будет виднее, наверное, донышки... Совершенно одинаковые... Я... Женка очень сильно выпирает... Спирта не чувствую, но в этих двух тоже не чувствовался... В общем-то, пить такое можно, но... Не самый хороший напиток... Я предполагаю, что это и есть Балтика 6... Но это из своих каких-то, наверное, убеждений и закромов, и, наверное, неправильно... Потому что, может быть, оно вот Балтика 6 где-то здесь... А я уже априори предполагаю, что это самый будет худший напиток... Хотя... В общем и целом... Как я и сказал, его пить вполне себе можно... А он... Достойный он такой... Портер... Как Портер он хорош, наверное... А вот... Вот эти два мне напитка понравились... Без того, что это Портер или Портер... В общем... Есть неприятное что-то... Вот что-то неприятное в послевкусии, в аромате... Для меня лично... Может быть, кому-то нравится именно вот это вот... Такая... Хлебная... Жжёная... Субстанция... Назовем вот так... В общем... Ну давай... Мой вердик такой... По местам... Вот ты сейчас вообще неправильно делаешь... Ладно, хорошо... Ты их лучше дальше выдвигай... Вот как я пил... Второе, которое я пробовал... Мне оно больше всего понравилось... Как я сказал... Там вот какая-то и вискарная нотка что-ли... Ну не знаю... Что в нём... Давайте вот ещё... Они постояли... Может быть, погрелись чуть-чуть... Сладкий довольно-таки напиток... Но... Но... Сейчас, секунду... Новый нюанс открылся... Пенка сошла... Запах появился... У этого не появился запах... Даже после того, как сошла пенка... Но... Вкусы послевкусия... Просто превосходные... Если ты балтика-шестёрка... Я тебя покупаю ящиками... Ну ты отодвигай её чуть-чуть подальше... Что она как бы... Первое место... Да... Так... Вот так сделаем... Первое место... Вот это второе место... И здесь... В запахе... Появился... Такая... Я не знаю, как это характеризовать... Это мне нет слов... У него появился запах... Мне во вкусе в нём понравилась... Еле уловимая... Фруктовая нота... И... Опять же... Сласть... Может быть... Портер не должен быть сладким... Я не знаю... Но... Мне нравится именно в пиве... Лёгкая сластинка... И давайте третье... Запах, кстати... Стал не таким ярким... Как в самом начале был... Когда... Саша принёсла... А вкус... Ну... Наверное... Тот вкус, которого хотели добиться пивовара... Но я бы над вкусом поработал... Немножко разный... Вот эти два... Очень близки... Вот это совсем отдельно... Я предполагаю... Что вот это... Это и есть балтика-шестёрка... Так... Саша, давай... Прям вот так? Чё, серьёзно? Офигеть... Я не буду оправдываться в своём выборе... Я очень рад за компанию Балтика... Которая варит... На мой вкус... На мой персональный... Может быть, все заплюют это всё дело... Но... Один из лучших портеров... Который мы сейчас попробовали... А с кем мы соревновались? Давайте посмотрим... Давайте посмотрим... Портер... Может, ты это подскажешь, Саша? Я не знаю... Иди сюда... Я их видел так... Что это за компания? Я их только в магазине... Ну... Ну... Вот так, ребята... Из Джавс... Вы... Ну... Это чешский... Поддубицкий... Пордубицкий... Вот... Какой-то... Вот... Чешский портер... Обычно написано... С 1891 года... Вот теперь... В чем хороши слепые дегустации? Я мечтал попробовать вот этот... Портер... Портер ли это, да? Ну... Написано, что... С кокосом, как бы... Но других портеров там не было... И сказали, что кокоса в нем, на самом деле, не очень много... Да... Врали, наверное... В общем, я мечтал попробовать вот этот портер... И вы видите результат, какой получился, да? И... Балтика шестерка... На удивление... По-моему, это... Общий мировой признанный неплохой напиток... Потому что он в различных каталогах пивных очень высоко котируется... И есть за что... Ну... Давайте сейчас я пока... У меня не замылся... Да... Они все реально пахнут... И очень сильно... И... Гоша сказал, что не пахнет... И что Джоус не пахнет... И что Джоус не пахнет... Нет, вот это... Нет, Джоус пахнет как раз таки... Чистый кокос... Кокосовая стружка... Баунти, как хотите называйте... Тут кокоса больше всего... Вот... 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 Вот как работает мозг, да? Вот я сейчас знаю, что здесь нужно унюхать кокос... Я нюхаю... И да, он тут есть... Ну... Но... Но когда я... Я об этом не знал... То... То... Да... Очень вкусно... Первый пив очень вкусно пахнет джоночкой... Вот... И... Кстати... Коньячные... И какие-то вот такие вот... Именно... Стаутные... И причем... Я бы сказал, что это... Баррелайдж стаутные ноты... Такие... Согласен, да? С моим выводом? В Балтике, да... Они прям присутствуют... Очень сильно... Их больше нет ни в этом, ни в этом... И только в Балтике именно такое... Что-то винное... Какое-то коньячное... Ну... Что-то более интересное... Здесь, да... Ну... Такой он более водянистый... Обычный портер... Из которого, наверное, все стауты... Типа Гиннеса и вышли... Ну... Тот... Может быть, один из их... Такой представитель их прорези... Ты попробуешь... Соберешь свои слова назад? Ну... Так пахнет уж кисленьким... Ну... Соберешь прям кокосовый торт... Ну... Как есть... Не хотел тебя перебивать просто... Потому что... Как полезно бывает... Зачастую вот так вот... Не видя пива... И... Предвкушения... Вот я... Я... На самом деле не пробовал... Джоус вот этот вот портер... Очень хотел его попробовать... И... Ну... Думаю, как-нибудь попадется... Может быть, возьму, попробую... И вот... Ожидал... Кокос вот это все себя накручивало... Да... И наверняка я бы его пил... И да... Да... Кокос... Да... Вот это все... Вслепую попробовал... Вот оно откровенно... Это самое худшее из трех пивасов... Которые вот... В данный момент присутствуют... И кто бы думал, что Балтика... Который вот... Тройку... Гекалитрами просто... В свое время пропустил мою печень... Через себя... Много гекалитр... И... Тут... Ну... Тут не тройка, конечно... Шестерка... И он окажется в топе... Результат... Того, что Саша выставил на стол... Меня... Дико шокировал... Потому что... Я не ожидал такого... То есть... Я очень хотел попробовать... Джаусу... Вот этот Портер... Он меня разочаровал... К сожалению... И... То, что Балтика номер 6 вышел на первое место... Вот в слепом... Это... Это шок... Ну ладно... Нормально все... Хорошее пиво... Что... Ну... Попробуй, Саш, ты... И скажи, что ты думаешь о каждом из них... Понюхай, попробуй... Ну здесь много кислинки... Кислинка сильная такая... Жженая... И хлебушка много... Согласишься с тем... Согласишься с тем, что... Есть какая-то фруктовая история в этом пиво? Ну... Не знаю... Ну если только в кислинке что-то такое... Мне потому что... Вот время даже... Здесь... Здесь пахнет прям... Бочкой... 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 Рисами... Только... Может быть не так... Надо принюхивать... Ну... Не сильно принюхивать... Они это сделали... Бочку вот тем, что выдерживали в бочке, как ты думаешь? Или тем, что это просто... Да, может быть... А почему нет? Ну... Это самое плотное... Оно самое мягкое... Вот... И у него нет такого... Самое невкусное... Нет во вкусе никаких акцентов... Ни в кислоту... Ни в что не уходит... Просто как вода... О... Пахнет, да... Пахнет... Какого кокосового торта... Вот... Вот тот случай, когда... Предположим... В слепую... Даешь человеку попробовать... Ну... Не чувствуется здесь кокос... Я... Я про кокос вообще не заикнулся, да... А когда ты знаешь, что здесь кокос, то... Да... Здесь пахнет кокосом... Да... Я сейчас соглашусь... Здесь пахнет кокосом... Потому что мне в голову уже заложили... Я... Ищу в этом запахе кокос... Да... Он тут есть... Но... В слепую... Как я сказал... Мне здесь ничего не понравилось... В этом напитке... Хотя... Очень достойный пивовар... Ну это нормально... Это... Нормальный результат слепой дегустации... Который доказывает... О том, что... О том, что... Нужно... Доверять ощущениям... А не каким-то там штампам... Кто-то что-то кому-то сказал... Да... Стереотипами... В общем-то... Развенчиваются... Простым обычным... Слепым прослушиванием... Прослушиванием... Какие прослушивания... Я сейчас думаю просто о персональном аудио... О всяких таких вот сейчас... Потому что там тоже... Все это применяется... Слепой... Слепая дегустация... Слепое прослушивание... Показывает... Что никакие кабели... За 100 тысяч миллионов рублей... Они как бы... Проигрывают... Обычной китайской... Или... Вровень с обычной китайской лапшой... Ну... За 5 рублей метр... Вот так... За 5 рублей метр... На этих словах... Мы заканчиваем свой обзор... С вами был Саша Гендер... И Гоша Грифс... Проект Первая Ларка... Пивоварный Биар Брю... Вступайте в нашу группу ВКонтакте... Ставьте лайк этому видео... Подписывайтесь на наш канал... По хэштегу Биар Брю... Нас можно где угодно найти... Будь то... Фейсбук... Инстаграм... Присоединяйтесь... Пейте вкусные в меру... Пока... Всем пока... Корочки... Возьмите... Закупите оптом... Черный батон... Срежьте корочки... Накидайте их... Залейте водкой... Потом отожмите... Все это хорошо... Разведите... До... Например... Четырех с половиной градусов... И у вас получится... Что-то вот это вот... Ну... Может пены не будет... Забавно... Если я сейчас... Хуесошу... Вот так вот мы готовим... Наше пиво... Вообще... Все секреты... Гоша сейчас... Рассказал... Мне говорит... Забавно... Если я сейчас... Крою... Всем неприличным... Что может быть... Какой-нибудь... Уважаем... Экстра... Мега... Лимитед Эдишн... Бритиш... Бритиш Австралиан... Портер... Субмит... Да... Подушки только такие продаются... У нас подушки есть всякое...